В Малайзийском павильоне международной выставки Экспо в Астане стартовала неделя зеленых инноваций. В ней участвуют семь ведущих компаний по производству биологически чистых продуктов. Об инновациях журналистам рассказали на пресс-конференции. Этим летом в Малайзии планируется начать строительство первого в мире биологического завода. Он будет выпускать свыше 10 тысяч тонн диоцида из пальмового масла. По мнению представителей Малайзийской корпорации развития биоэкономики, этот продукт сможет заменить химикаты из нефти. В Малайзийском павильоне представлены технологии в области интегрированных решений очистки сточных вод, переработки и разделения отходов, производства биоразлагаемой и нано-продукции. Мы сконцентрируемся на трех основных направлениях инициатив, которые это инновация, чтобы поддержать экономику через инновационные технологии. Также мы сконцентрированы на поддержании экономики и экологии, так называемой биологической экономикой, чтобы развить постоянство возобновляемых энергий, а также создание новых путей развития продукции. А также мы преследуем системы халавной промышленности, также улучшим процесс производства продукции через халавную методику. Компания Free the Seed предлагает похожую на привычный пластик биоразлагаемую упаковку, одноразовую посуду и контейнеры, сделанные из рисовой соломы. Биоразлагаемые упаковки – будущее промышленности и лучшая альтернатива использованию пластика. Упаковка из биологических отходов решает сразу две проблемы – утилизация самих отходов и производство безопасной упаковки. О последнем говорит тот факт, что посуда является съедобной. На пресс-конференции это наглядно продемонстрировал глава компании. Я могу есть еду, на поверхности этой тарелки есть, и также я могу есть не только продукты на ней, но и также есть саму тарелку. Это очень безопасно, чище, лучше, и, конечно, белки развивающиеся, особенно внутри. Это вкусно? Мне нравится вкус. Мы можем создать мастер-класс. Такое производство можно наладить и в Казахстане, в регионах, занимающихся выращиванием риса. В рамках недели инноваций компании намерены поделиться опытом с казахстанскими бизнесменами. Планируется подписание ряда меморандумов о взаимовыгодном сотрудничестве с Казахстаном в сфере развития и применения зеленых технологий. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.